Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать столь популярный в этом сезоне кардиган, вязанный в стиле Шанель, в полоску. Давайте возьмем для этого шаблон и приступим. Кардиган имеет плюсы в том, что он абсолютно симметричный, соответственно, нужно будет красиво отрисовать только одну половинку, а вторая половинка у нас автоматически с вами подтянется. Итак, давайте начнем. Круглая горловинка. Насколько широкий, соответственно, горло вы сами выбираете. Так, и прямой силуэт, длина до середины бедра. Вот так. Здесь тоже можем сделать легкий полукруг. И я видела разные вариации, когда есть там разнообразные пуговки, когда нет разнообразных пуговок. Сейчас мы с вами все это посмотрим. Так, так я не могу сделать. Давайте смотреть, чтобы было видно плечо. Угу, хорошо. Вот мы, вот она моя линия эскиза. Смотрите, красная. А это линия шаблона, чтобы она все перекрывала. Так, теперь у меня будет рукавчик. Так, то есть я рисую пока базовую форму, да, базовый контур, чтобы у меня все красиво смотрелось. Так, обязательно руку мы должны закрыть, и вот сюда у нас все приходит. Угу, теперь подравниваем линию низа, какой длины должна быть. Что у меня будет дальше? Дальше у меня будет отделка. Давайте сразу я, поскольку форма все попадает, все хорошо, сделаю контур черным. Так, а и теперь делаем отделочку. Здесь у меня будет горловинка. Так. Угу, подравняем ее немножко по сглаживанию. Рисую ее чуть-чуть поверх, потому что если что-то будет, она мне будет перекрывать основу и прекрасно себя вести. Тоже смотрим, насколько линия хорошо встает. Если не нравится по линиям, то вот здесь в обводке можно уголки. Оп, и сразу красота получилась. Так, мы будем видеть немножко спинку, поэтому спинку я сейчас тоже подрисую. То есть вот так, вот так. Это нижняя часть. Монтаж на задний план. И здесь еще, конечно же, мы будем видеть обработку горловины. Она вот у нас уже вот так и пойдет. Сама вот эта верхняя горловина должна быть спереди. Смотрите, чтобы была приблизительно одинаковая толщина, можете, конечно, прям выверить. Но обычно, как говорил мой преподаватель, глазометрическим методом оно обычно неплохо срабатывает. Но толщина одинаковая должна быть по горловине. Все равно немножко, то толще, то тоньше. Вот так. Так, теперь по планочке. Вот здесь будет такая планочка. Вот, и у нас то же самое будет по низу рукава. Толщину сейчас тоже соблюдем похожую. И здесь тоже у нас с вами вот такая штучка будет. Конечно, оно все будет классно смотреться, когда мы сейчас сделаем заливку и когда добавим отличные пуговки. Вот, основа у нас нарисована. Сейчас я добавлю пуговицы. И предполагается, что пуговицы у нас с двух сторон. И вполне вероятно, что сама застежка будет на молнии. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, ну хорошо. Давайте тогда поправим. Потому что пуговки у меня стали неравномерными. Это не есть хорошо. Это, кстати, так часто ровняют пуговики даже на производстве. Вот у нас там выравнивание было. Все отравняли. Так, и теперь всю эту красоту мы собрали. Здесь так и должно быть две. А вот эти части нам нужно слить. Окно, обработка контуров, сливание. Слилась? Нет, не слилась. Почему? Не хватает перехлеста. Соответственно, мы сейчас чуть-чуть подвинем навстречу. После копирования сразу, то есть когда копировала, не хватило чуть-чуть перехлеста. Поэтому так себя повело. Давайте посмотрим при приближении, как это будет все. Одна часть и вторая. Вот хватает перехлеста. Можно приблизить. Нету перехлеста между ними. Соответственно, одну и вторую. Точки мы просто сдвигаем. Выбираем одну часть, вторую часть. И говорим, слилась. Слилась. Смотрим здесь, есть ли перехлест или нет. Видите, не хватает перехлеста. Соответственно, мы этот перехлест организовываем. Просто ручками. Вот. Слейся. Слилась. Иногда бывают вот такие штуки. Ничего в этом страшного нет. Произошло смещение по уровню объектов. Соответственно, нужно просто все убрать на задний план. Вот у нас опять с вами все подровнялось. Вот здесь мы тоже можем немножко точку опустить. А эту точку тоже опустить. И смотрите, планка у нас вышла на первый план. А мы можем вот эти две части вывести на первый план. Поскольку изделие у нас распашное, то все хорошо. Вот. Основа сделана. Так. Единственное, что я не сделала, это вот сюда не поставила пуговки. Пуговицы даже бывает, что носят декоративный характер. А в этом сезоне очень модно, чтобы они были золотые. Естественно, золотые пуговицы мы сейчас с вами и сделаем. Так. Монтаж на передний план. Вот они пуговки. Это у нас с вами базовый технический эскиз. Вот так он будет смотреться в черно-белом формате. Всегда очень люблю сравнивать, как это все смотрится в черно-белом. И с заливкой цвета. Так. Что-то у нас там от шаблона отвалилось. Давайте сдублируем. Вот так. Так. Первое, что мы с вами сделаем, создадим заливку. У нас должна быть заливка черно-белая, полосатая. Соответственно, делаем белую полоску. Давайте на сером сделаю, будет лучше видно. На белом пропадает. Вот она, белая полоска. И черная полоска. Вот, бело-черная полоска. Соответственно, оно может быть вот так. Оно может быть в другой пропорции. Вот так. Давайте смотреть, как это будет смотреться. Может быть вот так. Сейчас я немножечко откорректирую размер. Вот. А может быть вот так. То, что я сделала два разных рапорта. Соответственно, вот. Можно так, можно так. В зависимости от того, как нам больше нравится. Ну, давайте зальем два эскиза. Соответственно, я сейчас копию сделаю. И будет более понятно, как смотрится и то, и другое. Ну, то есть это базовая заливка. Разумнее сначала один полностью отработать, а потом второй залить другой полоской. Ну, сейчас мы все сделаем. Оно может быть и бело-синее. Там это можно потом поменять. Так. Возвращаемся. Теперь рукава. Здесь у нас с вами мы сейчас будем работать с наклоном. Мне нужна, пожалуйста, вот такая же заливка. Вот, смотрите, она хорошо встала. Она может быть сделана вот так. А можем мы с вами немножечко поправить. Но здесь тогда не будет стыковки вот здесь. А именно сделать вращение. Вот оно вращение. Смотрим. Вот. Вот так. То есть, чтобы отпараллелить низу рукава. Тоже подбираю на глаз. Вот так оно у меня сформировалось. Вот смотрите, как будет лучше, потому что здесь, вот видите, идет нестыковка. Здесь идет полная стыковка. А здесь идет нестыковка. Мне вот так немножко больше нравится. Объясню почему. Потому что как-то живее смотрится. Ну, а здесь, соответственно, можно раззеркалить, можно тоже подобрать. Вот. Контуры у нас будут черные. Так. Вот таким образом. Это у нас черная отделочка. И, соответственно, там тоже у нас полоски. Полоски. Но можно их сделать, как бы, чуть не прозрачно с тем задать. Чтобы они не выпирали на передний план. Что в таком эскизе сложно? Не видно контура совсем. Чтобы показать контур, мы с вами сейчас все вместе выделим. И контур сдадим серого цвета, чтобы хоть как-то его видеть. Такие эскизы очень коварные при рисунке. И вот надо смотреть, какой контур будет хоть как-то выделяться и хоть как-то давать. Но чтобы не менялся цвет, соответственно, нашего эскиза. Так, это мы сейчас раздублируем. Я специально убрала. Теперь пуговицы. Пуговок у нас много. Что мы можем сделать? Ну, самое банальное, просто залить однотонно. Однотонно будет не так интересно. Могут быть пуговицы с каким-то гербовым изображением, без гербового изображения. Ну, вот смотрите, мы все их выбрали. Я их сгруппирую, чтобы потом их опять не выбирать. И можем просто вот наподобие золота каким-то вот таким цветом залить. В принципе, идея его отражает. Но можно сделать еще красивее. Можно взять окно, образцы. Здесь у нас с вами есть, где они у меня, библиотеку образцов, градиенты. И здесь есть металлы. Вот. И уже можно вот таким способом получить очень красивую металлическую пуговку. Вон она вся сияет, блестит. Если мы еще ей сейчас поуже сделаем. Смотрите, какая красота. То есть пуговица получается золотая. Можно выбрать тот оттенок, который вам нравится. Там чуть более темный, чуть более светлый. Вот такой. То есть, ну, вообще в таких пуговицах я бы рекомендовала, конечно, использовать градиент радиальный. Вот он вот так будет смотреться. Надо просто подобрать тот цвет. Возможно, немножко убрать светлый. Добавить темный. Ну, то есть здесь уже есть готовые металлы, да? Но вы можете тоже их подкорректировать, всегда этот оттенок, для того, чтобы у вас получился именно тот эффект, который хотите получить вы. Вот. Более такая темная, более яркая. Вот такой у нас получается кардиганчик. Давайте попробуем сделать его немножко по-другому. А именно, сейчас я все вместе это возьму, чтобы вот заново ничего не перерисовывать. Все это скопируем. И надо попробовать нам с вами поработать с заливкой. Для этого я сгруппирую. Самый удобный способ работы с эскизами. Двойной клик. Мы попадаем только в этот эскиз, не цепляя все остальное, что есть в документе. Я долго не могла дойти до этого. Вот. И вот здесь мне не очень нравится, как получилось. Да? Я сейчас попробую поменять пропорцию. То есть я хочу, чтобы вот эта часть была еще уже. То есть чтобы белая полоска была еще уже, а темная была еще больше. Вот так. Разгруппировать. Там у меня сейчас вот эта штука. Вот, вот так. И смотрим. Опять все вместе выбираем. И вот так. Видите, получилась другая пропорция. И насколько она хорошо. Почему я именно перекрашиванием делаю? Потому что когда мы делаем не перекрашиванием, нам приходится опять выравнивать вот эти все полосочки и так далее. А здесь мы просто поправили и сделали. И если нам нужно, мы можем уже как-то колдовать. Да? Например, я понимаю, что... А почему бы вот именно на этом мне не попробовать сделать по-другому? И уже начинается вольный дизайн. Хотя именно черный кантик в этом сезоне у нас моден. Но мы с вами можем попробовать и сделать белый кантик, например. Потому что само все изделие темное. Дать ему черный контур. И дать ему белый кантик. Просто посмотреть, а будет ли оно более выигрышно смотреться. На мой взгляд, да. И я бы так оставила. Вот у нас получилось одного типа вещь, но разное. Поэтому смотрите, вот такие аспекты очень даже можно делать. И очень мило все получается. А потом мы это все можем еще и сочетать. А именно, например, я рисовала юбку. Такая у меня есть юбка. Смотрите, она нарисована на таком же шаблоне. И это принципиально важно. Шаблон такой же пропорции. Все абсолютно то же самое. У меня сгруппировано, нет? Нет, не сгруппировано. Тогда мы сейчас вот так выберем. Что такое? Ну ладно, поехали все вместе. Сюда мы с вами это все вставим. Вот он вставился, смотрите, шаблончик. Это я уберу. Вот. И теперь могу мой кардиган просто примерить. И посмотреть, как это все будет вместе у меня смотреться. Смотреться быстро, просто и легко. И понять, подходит мне такое сочетание или не подходит. Или возможно оно там покороче должно быть. Или там какая-то другая модель должна быть. Таким образом можно оценивать сочетаемость вещей еще на моменте эскизов. Как это все будет смотреться. Видите, вот не очень красиво. Хочется, чтобы он был как будто бы покороче. Таким образом мы можем дать, например, корректировку. Убрать нижнюю пуговку. Выбрать нижние точки. Только сейчас я это сделаю через режим изоляции. Выбрать вот так вот нижние точки. И сказать, что я хочу, чтобы ты был покороче. Вот. Когда юбка есть, я сразу понимаю, на какую длину. Так, чтобы вот почти до пояса она у меня вот так была. Вот он, пояс, начал прорисовываться. И уже оценивать, так или не так. Это почему классно использовать шаблон. И почему классно собирать сразу вещи. Понятное дело, что что-то можно заправить. Например, если бы это была блуза или рубашка, или майка. Я бы предположила, что ее можно заправить. Но поскольку это верхний кардиганчик. То разумнее вполне может быть, чтобы я его сократила по длине. Или действительно носить его под заправку. Или просто под эту юбку он не подходит. Потому что стилистика другая. И мне получается, что эти вещи не бьются. Но эти аспекты вы всегда можете посмотреть. Используя один и тот же шаблон. И формируя коллекцию между собой. Уже попробовать ее сочетать. И какие-то вещи вылетают. То, что говорят, собрать капсульный гардероб. Вот здесь вы это все будете видеть. На этом все. Если у вас появились вопросы, обязательно их задавайте. Пишите. До скорых встреч. Пока-пока.